Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 49. Для следующих пар чисел выполни деление столбиком, используя сокращенную запись и показывая, сколько цифр в неполном частном с помощью точек. Для того, чтобы выполнить сокращенную запись, а ее можно выполнить лень для каждого деления, а можно ее выполнить только тогда, когда у нас в процессе деления будет получаться промежуточные делимые меньше делителя. Итак, давайте будем делить и посмотрим, получится ли у нас сокращенная запись. Первая пара чисел. Делимое 2135 делитель 7. Деление начинаем с того, что определяем первое неполное делимое. Смотрим на первую цифру. 2 меньше 7, значит, 2 на 7 не делится, потому что в результате деления получится 0. А нам нужно выбрать такое, первое неполное делимое, чтобы оно делилось на 7, чтобы получалось в результате деления цифра, отличная от 0. Тогда мы берем не одну цифру, а берем 2. 21 и 21 будем делить на 7. Это будет первое неполное делимое. Итак, 21 на 7. Ну, нужно 3 раза взять по 7, чтобы получить 21. 3 на 7 – 21. Это табличное значение. Так, 21 минус 21 – это 0. Но это у нас промежуточный остаток, поэтому этот 0 мы не пишем. А что мы делаем дальше? Мы дальше сносим следующую цифру делимого. Дальше у нас троечка. Вот мы ее снесли. И вот это получили второе неполное делимое. Но прежде чем мы перейдем ко второму этапу деления, давайте мы определим число цифр в неполном частном. Определяется оно по первому промежуточному делимому. И в данном случае это число 21. Число 21 для числа 2135 – это число сотен, 21 сотня. А если мы делим сотни, то мы сотни и получаем в неполном частном. Значит, вот эта троечка, она обозначает число сотен в неполном частном. А значит, за сотнями будут десятки и будут еще единицы. То есть всего три цифры будет содержать неполное частное. С этим мы определились. Теперь возвращаемся к нашему второму этапу деления. На втором этапе у нас получилось неполное частное 3, а делитель у нас 7. И вот здесь у нас оказывается, что неполное промежуточное делимое меньше делителя, 3 меньше 7. В этом случае что мы делаем? В этом случае, во-первых, мы записываем 0 в неполном частном. А во-вторых, мы вот это неполное делимое у нас превращается в остаток. И вот на этом второй этап заканчивается, а начинается третий этап деления, когда мы следующую цифру спускаем вниз к остатку. Значит, остаток у нас 3. Значит, мы спускаем в следующую цифру пятерочку и получаем 5. 35 на 7 – это будет 5. 5 на 7 – 35. 35 минус 35 – это будет 0. Вот теперь деление окончено. Причем это у нас получился случай деления нацело. И у нас даже не полное частное, а просто частное. 305 получилось. Потому что, как оказалось, 2135 на 7 делится нацело. Так, ну и сокращенная запись у нас здесь получилась. Следующее. 2175 делим на 7. Ну, здесь у нас тоже получается, что первое промежуточное делимое – 21. Делим его на 7, получаем 3. Трижды 7 – 21. Вычитаем. Получаем остаток 0. Ну и прежде чем дальше мы начнем, продолжим деление, определим число цифр в неполном частном. 21 – это 21 сотня, значит, 3 – это 3 сотни. Значит, десятки и единицы. Три цифры в неполном частном. Теперь продолжаем наше деление. На первом этапе у нас получился остаток 0, 21 минус 21. Но мы его не пишем, потому что это промежуточный остаток. А дальше мы сносим следующую цифру. Вот на семерочку снесли. 7. Теперь 7 оказалось у нас второе промежуточное делимое. 7 делим на 7. Нужно взять один раз по 7, чтобы получилось 7. 1 на 7 – это 7. 7 минус 7 – это 0. 0 тоже мы не пишем, потому что промежуточный остаток. У нас же еще есть цифры делимым. Вот мы теперь эту цифру вот так сюда снесли и получили третье промежуточное делимое – 5. Вот оно у нас меньше 7. Поэтому что мы делаем? Во-первых, мы записываем 0 в неполном частном. А во-вторых, поскольку 5 меньше 7, то вот это третье промежуточное делимое превращается в остаток. И это уже последний остаток, потому что все цифры делимого мы разделили. И вот это уже окончательный остаток. А результат деления неполное частное – 310. Следующий пример – 6045 разделить на 15. Так, здесь мы определяемся с первым промежуточным делимым. Это число 60. Сколько раз нужно взять по 15, чтобы получилось 60? Ну, давайте попробуем 4. 4х5 – 20. 0 пишем, 2 в уме. 1 на 4. 4 и 2 в уме – 6. 60. 60 минус 60 – 0. 0 не пишем. А спускаем следующую цифру. И вот это начинается второй этап. Но прежде чем мы продолжим этот второй этап, мы посчитаем, а сколько цифр в неполном частном. Первое промежуточное делимое 60 показывает, сколько сотен в делимом. В делимом 6045 – 60 сотен. Значит, вот эта цифра, которая получилась в результате деления первого неполного делимого на делитель 15, 4 показывает число сотен в неполном частном. Раз это число сотен, то, значит, еще одна цифра будет, которая будет показывать число десятков и число единиц. Теперь мы возвращаемся ко второму этапу деления. На втором этапе у нас получилось неполное частное 4, но 4 меньше 15. Тогда что мы делаем? Мы пишем 0 в неполном частном. А делимое 4 считаем остатком. Все, 4 – это остаток. Дальше, следующий этап, следующую цифру спускаем. 5. И теперь у нас третье промежуточное делимое 45. Вот мы теперь его делим на 15. Возьмем по 3. 3х5 – 15. 5 пишем, 1 в уме, 1 на 3 – 3, и 1 в уме 4 – 45. 45 минус 45. Получаем остаток 0. И это окончательный остаток, потому что все цифры мы разделили на 15. Получили деление нацело. Результатом деления стало число 403. Это частное. Но остаток равен 0. Ну и сокращенная запись у нас здесь тоже получилась. И последний пример. 6155 делим на 15. Первое неполное делимое. Ну, конечно, 61. Причем, чтобы получить 61, нужно 4 раза взять по 15. Ну, это я смотрю на предыдущий пример. Там мы 60 делили на 15, брали по 4. Ну, и 61 разделить на 15, тоже нужно взять по 4. 4 на 15 – это 60. Значит, из 61 единицы мы разделили 60 на 15, получили 4. А единица у нас пошла в остаток. И на этом этапе мы еще и определим число цифр в неполном частном. В данном делимом 6155 число 61 выражает число сотен. Поэтому полученный результат от деления 61 на 15 – 4 тоже будет выражать число сотен в неполном частном. А раз 4 – это сотни, значит, десятки и единицы – еще 2 цифры. Итого всего 3 цифры в неполном частном. Теперь продолжаем деление. На первом этапе остаток единица. Спускаем следующую цифру – 5. Получаем промежуточное делимое – 15. 15 делим на 15, получаем единичку. 1 умножить на 15 – это 15. Значит, 15 минус 15 – это 0. 0 не пишем. А вместо этого спускаем в следующую пятерку и получаем третье неполное делимое. 5 меньше 15. Поэтому в этом случае мы должны записать 0 в неполном частном. А вот это промежуточное делимое – 5, оно превращается в остаток. Все, ничего писать больше не нужно. Мы получили остаток 5, неполное частное – 410. И здесь мы применили краткую или сокращенную запись. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.